Люди, гражданские лица находятся в убежище. У нас много таких случаев задокументировано из Мариуполя, например. И в убежище входят военные, российские военные, связанные с российскими силами, так называемых ДНР и ЛНР. И говорят людям выходить. Выходить, идти в определенном направлении и дальше садиться в автобус. Могут ли эти люди не послушаться? Что с ними будет, если они не послушаться? Остаться в подвале они уже не могут. Они могут остаться на улице, на улице под обстрелом, на улице, где идут бои. Это не выбор. И поэтому они фактически делают то, что от них требуют. Одна из женщин, молодая женщина из Мариуполя, с которой я разговаривала, работая над докладом, описывала свой опыт и опыт своей семьи следующим образом. Она говорила, это было так, как будто нас везли под конвой. Она задавала вопросы. Люди, которых перемещали вместе с ней, члены ее семьи, другие гражданские лица, задавали вопросы. Куда нас везут? Что происходит? Что с нами будет дальше? На эти вопросы не отвечали. Просто не отвечали. Перевозя людей с одной базы на другую и доставив ее в результате к границе Российской Федерации, через которую они при этих обстоятельствах уже должны были перейти. Эта история достаточно типична. И здесь вот что очень важно. Когда такой человек из Украины попадает в Россию, если у него есть смартфон, если у него есть какие-то ресурсы, если он активен в соцсетях, он может найти волонтеров, российских волонтеров, международных волонтеров, которые очень много работают специально для того, чтобы помочь украинцам выехать из России. И такой человек получит помощь. Но если это пожилой человек, если это человек с инвалидностью, если это человек, у которого банально нету смартфона, если это человек, который настолько устал, настолько измотан неделями под обстрелами и чудовищной дорогой, что у него просто уже нет сил шевелиться, такой человек остается в России, не видя для себя никакого другого выхода. И необходимо международным организациям озадачиться тем, чтобы запросить у российских властей возможности посещать центры для временного размещения, где находятся украинские граждане.